Пророчества Писания Пророк говорил народу, а вот что думает Бог о том, кто вы такие и что делаете. Такова суть книг еврейских пророков Ветхого Завета. Наш урок называется «Бог благослови Америку». Конечно, я понимаю, что Бог не американец, я не считаю, что над небесными вратами развивается красно-бело-синий флаг, однако Бог поместил нас именно в эту страну, и наша первая и главная обязанность — следовать здесь за Христом. Я понимаю, что Церковь состоит из множества народов, но мы следуем за Христом там, где мы живем. Сегодня мы поговорим о том, что говорит нам Бог в этой стране в это время. Это очень важный вопрос. Он влияет и на мою, и на вашу жизнь, и на наше будущее. Я верю, что Бог приготовил для нас что-то доброе. Поэтому приятного вам просмотра. Благослови. Об Исаии, 46 главе 9 стихе сказано, «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Я говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Писание ясно подтверждает, что Бог с самого начала знает, чем все закончится. Мы говорим о пророческом взгляде, о Божьем взгляде. Бог Творец, Бог Всемогущий с самого начала знает о конце. Его взгляд будет для нас полезным. Возможно, с ним стоит читаться, стоит приложить усилия и осмыслить его. Откройте 55 главу Исаии. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он многомилостив». Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, «И мысли мои выше мыслей ваших». Здесь простым языком сказано, что мысли Бога отличаются от наших, а не выше наших мыслей. Это напоминает нам, что мы творение, а Он Творец. Мы конечны, а Он бесконечен. Это не ограничивает людей. Бог сотворил нас со способностью думать, анализировать и помнить. Это дар от Бога. Я уверен, что Бог желает, чтобы мы применяли свой разум для Его цели. Но Он напоминает нам, что Он не похож на нас, и Его мысли выше наших мыслей. У Него есть способности, которых нет у нас. Мы люди с ограничениями. Внутри каждого из нас есть желание отстраниться от Бога и стать хозяином своей судьбы. Ведь мы венец всего творения. Однако наша цель — смириться перед всемогущим Богом и признать, что Он превосходит нас во всем. Бог обогатит нашу жизнь, а не ограничит ее. Для тех, кто предпочитает Новый Завет, я включил отрывок из восьмой главы Кремлина. «Помышления плотские — суть смерти, а помышления духовные — здесь имеется в виду Дух Божий — это жизнь и мир». В Писании у слова «смерть» есть несколько значений. «Одно из них означает смерть чего-то временного, чего-то недолгого. Смерть того, что не вечно». Павел пишет церкви в Риме, что земные, плотские помышления — временные. Они закончатся, их ценность ограничена. У них есть ценность, но она не вечна. Однако помышления духовные — это жизнь. У них нет конца. Они продлятся в вечность. Они несут с собой мир. Плотские помышления враждебны Богу. Они не подчиняются законам Бога, да и не способны это сделать. Те, кто живут по плоти, не способны угодить Богу. Проще говоря, взгляд Бога выше нашего взгляда. И мы можем его узнать. Меня это впечатляет. Всемогущий Бог, Творец всего, дает нам с вами возможность посмотреть на себя, на свою жизнь, на свой дом и свой мир с точки зрения Бога. Это удивительный дар. Позвольте задать вам один вопрос. На чем сконцентрирован ваш разум? Я знаю, что в церкви нужно отвечать на Иисусе, но признайтесь честно, на чем сконцентрирован ваш разум? Чему вы посвятили свои мысли? Энергию и усилия. Вы сконцентрированы на Божьем? На том, что вечно? Это не вопрос ради осуждения. Это лишь инструмент диагностики. Наберитесь смелости и ответьте себе. Я не дам вам набор готовых ответов. Я хочу лишь дать вам инструменты, чтобы вы могли двигаться далее. Чему вы посвятили свой разум? Хочу добавить к этим основным принципам вопросы для размышления о пророчествах. В конце концов, мы все называемся последователями Христа. Писание называет Иисуса главой церкви. Мы его тело, мы выражение его воли. Поэтому будет полезно знать наставление Иисуса и то, как он понимал пророчества. В Евангелии от Матфея 20 главе 17 стихе сказано, «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогую отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, «А вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет». Иисус идет в Иерусалим, где был уже несколько раз. Он решил взять с собой двенадцать самых близких учеников. Он не объявлял об этом большой группе людей и сказал только самым близким ученикам. Здесь он говорит, «Когда мы придем в Иерусалим, со мной произойдут некоторые события». Это было неожиданно. Мы с вами заранее знаем обо всех событиях в истории Иисуса. Однако для учеников это было немыслимо. Иисус не вел бунтарский образ жизни, не был мятежником, он не призывал свергнуть власть Рима, он нес людям помощь и облегчение, он воскрешал мертвых и открывал глаза слепым. Он приказывал ветрам и бурям. За ним следовали огромные толпы народу. Они хотели слышать то, что он говорит, и быть рядом с ним. И тут он говорит своим ближайшим друзьям, «Когда мы придем в город, меня предадут, арестуют, высмеют. Меня дадут нееврейскому народу. Римлянам, имеющим власть распинать, и они распнут меня». И это было невообразимо. Но мы можем увидеть здесь еще кое-что. На жизни Иисуса явно влияло осознание Божьей цели. Ему нужно было не просто прожить жизнь, не просто сделать дела, не просто дождаться следующего праздника или следующего события в Своем календаре. Он жил ясно, осознавая Божью цель для Его жизни. Вы знаете, что у Бога есть цели для вашей жизни? Я понимаю, что у нас есть своя ответственность, у нас есть работа, семья, вещи, за которые мы несем ответственность. Это во многом определяет то, как мы расходуем свои силы и энергию. Но столь же верно, что у нас много свободного времени и сил. Вы задумывались о том, что в контексте вашей семьи или бизнеса жизни и отношений у Бога есть для вас цель? Или это ваша жизнь, ваша мечта, ваши нужды? Очевидно, что Иисус осознает Божью цель на Его жизнь. Посмотрим Евангелие от Матфея, 26 главу. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне пить ее, да будет воля Твоя». Многие знают, что это происходило в Гефсиманском саду, в ночь, когда Иисуса предали за несколько часов до ареста. Это один из самых страшных моментов в жизни любого человека. Иисус пошел в Гефсиманию помолиться вместе с самыми близкими друзьями. Он сказал, молитесь со Мною, и ненадолго отошел. Вернувшись, Он обнаружил их спящими. Иисус разбудил учеников и сказал, «Мне очень трудно. Разве вы не можете недолго помолиться со Мною?» Затем Он вновь пошел молиться. Мы послушаем, что говорил Иисус. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Он знает, что ждет его впереди. Очевидно, что он не ждет этого с нетерпением. Иисус борется с пониманием воли Божьей, однако решает смириться. Здесь я ненадолго остановлюсь, потому что мы говорим о Божьем взгляде, и мне кажется, что мы представляем себе осознание воли Божьей как нечто приятное. Мы были бы счастливы и стремились ее воплотить. Но вы замечали, что порою волю Божию принять нелегко. Как правило, мы не говорим, что нас соблазнила доброта. Да, доброта обычно требует от нас самоконтроля, дисциплины, усилий. И очевидно, что Иисус решил смириться с волей Божией, несмотря на тревогу, которую Он испытывал. Я сделал паузу, потому что нам нужно подумать, как мы относимся к праведности. Мне кажется, что порой мы прячем взгляд от истории Писания, от истин и Божьей перспективы, потому что не хотим об этом задумываться. Нам это неудобно. Но это приведет к лучшему результату. Праведность не ограничит вашу жизнь, хотя и отнимет лишнее. Иисус занял намного более высокое положение благодаря тому, что принял цель Бога, а не отверг ее. Ну а мы двигаемся далее и смотрим на первую главу Евангелия от Матфея. Здесь рассказана история, «Рождение нашего Иисуса». Матфей рассказывает эту историю с точки зрения Иосифа, а Лука — с точки зрения Марии. Здесь мы прочтем историю Иосифа, первая глава Матфея. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Вот Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Значение этого отрывка очень легко понять. Иосиф сыграл свою роль в исполнении обещания Бога. Бог пообещал еврейскому народу Мессию, теперь он вот-вот родится среди них. Бог избрал Иосифа на роль участника этой выдающейся драмы. Но я полагаю, что Иосиф стал участником благодаря тому, что решил повиноваться данным ему наставлением. Он осознавал, что его участие нужно для более важной духовной роли. Да, и в Первом веке в большинстве своем евреи знали обещания о Мессии. Но библейские тексты ясно дают понять, что самые религиозные из них, эксперты по текстам Писания, ученые и книжники, не ожидали фактического рождения Мессии. Мы знаем, что рождение Иисуса и его история стали исполнением десятков предсказаний, однако современники Иисуса это упустили, иначе они бы праздновали рождение Мессии всем своим религиозным сообществам. Мне кажется, что решение Иосифа послушаться Бога, и исполнить роль, которую Бог попросил его исполнить, не было связано с его гипердуховностью. Он просто хотел быть послушным. Это правда, и Матфей цитирует здесь стих. Матфей приводит текст к Исайи, что Дева примет и родит сына. Роль Иосифа в этой выдающейся драме быть послушным. Он был обручен с Марией. Прежде чем дело дошло до свадьбы, Мария оказалась беременна. Скорее всего, Мария тайком встретилась с Иосифом и объяснила свои причины. Иосиф не то чтобы был впечатлен, он просто не поверил Марии. Написано, что Иосиф решил тайно ее отпустить. Он не хотел ненужных унижений. Марии и так хватало унижений. И он решил не добавлять еще. Поэтому он решил тайно ее отпустить. А затем ему приснился сон. Иосиф уявился ангел. Матфей пишет, что это было ошеломляющее событие. Проснувшись, Иосиф сделал то, что повелел ему ангел. Ангел не сказал ему прочесть свежие новости. Он сказал, да, твоя невеста беременна, но это замысел Бога. Это наводит меня на важную для нас с вами мысль. Послушание возможно и без полного понимания, и такое бывает. Не думаю, что в то утро Иосиф стал разбираться во всех тонкостях. Он не смог бы в полной мере объяснить нам с вами, что произошло с Марией. Что? Он просто знал свою задачу. Писание называет Иисуса главой церкви. Мы его тело и выражение его воли на земле. Поэтому будет полезно знать наставления Иисуса и то, как он понимал Священное Писание. В 7 главе 14 стихе Исаии сказано, «Итак, Сам Господь даст вам знамение. А вот Дева во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Я уже говорил вам, что библейское предсказание скорее раскрывает взгляд Бога, чем просто объясняет будущее. К Исаии пришел израильский царь. На Израиль надвигалась армия противников, которой царь, казалось, был не в силах противостоять. Гибель, казалось, неминуемой. Царь в панике позвал пророка и спросил, «Может ли Бог что-то нам сказать о наших обстоятельствах и о том, что нас ожидает?» Исаии ответил, «Да, Богу есть что сказать. Дева примет во чреве и родит сына и нарекут имя ему с нами Бог». Это заявление о времени и в равной мере заявление о зачатии. Несмотря на то, что сегодня многое происходит быстрее, детей по-прежнему вынашивают 9 месяцев. Исаия говорит, «Впереди отрезок в 9 месяцев». К тому времени, как дитя подрастет и научится опечать худое от доброго, царь, которого ты боишься, исчезнет без следа. Исаия говорит, «Не нужно переживать из-за этого человека». Он в игре ненадолго. Исаия отвечал на вопрос царя, но с помощью того же самого стиха Матфей рассказывает о рождении Иисуса. Мы как раз прочли его в 23 стихе. «Дева во чреве примет и родит сына». Предсказание демонстрирует нам суверенность Бога. Он всемогущий. Он знает конец с самого начала. Он может ответить на вопрос и объяснить его значение в разных контекстах. Мы упрямились по отношению к Слову Божьему, относились к Нему слегка высокомерно. Мы нехотя давали место Божьим мыслям в своем разуме. Мы решили, что наши мысли выше Божьих, что нам нужно толковать и объяснять Бога. Исаия обращается к царю, но при этом говорит о том, что всецело затронет жизнь Иосифа сотни лет спустя. Слово Божие имеет значение. Это не просто пыльная древняя книга. Она раскрывает нам взгляд Творца всего. Она достойна того, чтобы приложить усилия и понять ее, вместить ее в свое сердце, посвятить ей свое внимание. Библия не антиквариат. Если позволится, я бы хотел поговорить об этом в контексте современности. Я раскрою вам взгляд на грехи Америки и приглашаю вас на этот процесс. Признаю, что сейчас во многом буду выражать собственное мнение, но это хорошо информированное мнение. На библейских чтениях мы недавно читали книгу Иеремии. Это такая радостная книга. Она рассказывает об очень трудном периоде истории евреев. Несколько дней назад мы прочли стих, который я не смог оставить без внимания. Это Иеремия, 5 глава, 30 стих. Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки говорят ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Я бы хотел дополнить двумя стихами из Исаии. «Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». Мне кажется, эти отрывки очень точно характеризуют жизнь современных американских церквей. Они описывают время, которое с точки зрения Бога изумительно и ужасно. Оно может казаться благоприятным и спокойным, но с точки зрения Бога оно изумительно и ужасно. И суть его в том, что те, кому положено говорить истину, лгут. У Иеремии сказано, что пророки говорят ложь, а священники господствуют. Те, кого народ прежде всего считает носителями истины, таковыми не являются. У Исаии сказано, что власть Бога отвергнута в пользу мнения людей, что человеческие мнения мы ценим больше, чем мнения Бога. И самое печальное, что людям это нравится. Им нравятся такие обстоятельства, а они их не тревожат. Люди это одобряют. Им хотелось бы, чтобы так было и дальше. Исайя говорит об этом более поэтично. «Истина приткнулась на площади». Представьте, что вы смотрите из своего окна на улицу, где упала истина, и вам при этом все равно. Никто не спешит помочь истине встать на ноги и вернуть свою значимость. Мы видим, что истина упала, что она потеряла свою высокую ценность, и нам все равно. Далее Исаия говорит, что честность не может войти. Честности не рады. Хождение в честности, праведности и святости не приветствуются. Над этим смеются и потешаются. Оба этих отрывка адресованы не язычникам и не нечестивцам. Они адресованы Божьему народу, тем, кто соблюдает религиозные праздники, тем, кто каждый день совершает жертвоприношения. Я полагаю, что это точно описывает религиозную жизнь современных американцев. И во 2-м послании Фессалоникицам, 2-й главе, 3-м стихе, сказано так. «Да не обольстит вас никто никак». Иисус сделал важные заявления. Они записаны в Евангелиях от Матфея и Луки. Мы не будем зачитывать их сегодня, оставим на следующий раз. Иисус называет много признаков Своего возвращения на землю. Вы знаете, что Иисус скоро грядет. Библия говорит, что Он родился в Вифлееме и столь же верно то, что Он вернется на землю. Он ступит на Илеонскую гору, но это будет возвращением ради всей земли. Иисус рассказал нам о признаках Своего скорого возвращения, но при этом Он многократно и настойчиво предупреждает нас об обольщении. Один из характерных признаков времени, предшествующего возвращению Иисуса, это повсеместное обольщение. В 1-м послании Тимофею, 4-й главе, 1-м стихе, сказано так. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом оболестителем и учением бесовским. Народ Божий будет отвергать Божию истину. Я говорю не о тех, кто вне церкви. Наш урок не о них. Я говорю о тех из нас, кто собирается по выходным в зданиях, называя себя церковью. Когда мы отвергаем истину, в дело вступают демонические силы, а бунт растет и прогрессирует». Но откроем Иакова 1-ю главу, 21-й стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти в вашей душе. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Здесь сказано об обольщении словом. Книга Иакова — одна из самых простых в Новом Завете. Иаков ясно говорит избавиться от всякой нечистоты. Здесь сказано, что злоба и моральная нечистота часто встречаются среди Божьего народа. Не знаю, чему мы удивляемся, читая еврейскую Библию и историю избранного Божьего народа. Поколение за поколением они боролись с моральной нечистотой и злобой. Ведь так. Однако нам, живущим две тысячи лет спустя, кажется, что это не про нас. Это вызов для нас. Нам кажется, что моральная нечистота — это то, от чего страдают другие, менее приличные, чем мы люди. Но я дам вам шанс поразмышлять над этим. В пятой главе послания к Галатам, в девятнадцатом стихе, говорится о делах греховной плоти, делах нашей плотской природы. Часть этих проявлений явно относится к нечестивому поведению. Часть — не столь явно. Однако все эти дела — проявления вашей греховной плотской природы. Если вы не будете себя дисциплинировать, не позволяя себе совершать эти дела, вы получите демоническую поддержку в таких проявлениях. Вы сразу почувствуете разницу. Получая демоническую поддержку, вы теряете львиную долю самообладания. Иаков призывает избавляться от этого. Как? Ведь это часть нашего ветхого «Я». В Новом Завете сказано «распинать, предавать смерти». Однажды я слышал, как этот процесс сравнили со схваткой льва и щенка. Изначально наше нечестие размером со щенка. Как создать такие обстоятельства, чтобы щенок победил льва? Есть один способ — кормить щенка и морить голодом льва. Наступит день, когда щенок одержит победу. Вам нужно знать, как ограничить питание вашей ветхой, плотской природы и усилить питание праведности в своей жизни. Только так мы избавимся от нечестия. Дело не в правильных словах или подходящей одежде. Это набор ценностей и целей и намерения вашего сердца. Все, что вам важно знать, так это то, как питать свою праведность и не подпитывать понапрасну нечестие и несправедливость. И тогда в один прекрасный день ваш дух победит. Пока мы изучаем эту тему, я молюсь, чтобы мы с вами понимали, как выделить место Богу в своей жизни. Понимали, что говорит нам Бог и каковы наши цели. Я хочу помолиться, чтобы наши уши слышали, а сердце принимало то, что приготовил нам Бог. Господь, благодарю Тебя за Твое слово, за истину, власть и силу. Я благодарю Тебя за каждого человека, который был сегодня с нами. Я молюсь, чтобы мы осознавали Твои призывы и могли ответить Тебе «да» с большей ясностью и свободой, чем прежде. Я молюсь во имя Господа и Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Предлагаем вашему вниманию новое изучение Библии с пастором Алленом «Интерактивная Библия. Том 1». Программа на основании видеоматериалов, которая расширит ваше понимание всей Библии и ее послания. Это уникальное иллюстрированное пособие. Наш подарок вам за поддержку служения Аллена Джексона. Закажите первый том «Интерактивной Библии» уже сегодня, воспользовавшись контактной информацией на экране. Спасибо вам за поддержку. Вместе мы приносим разницу.